Добрый утро, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами 1 Фестовкин, 2 глава, 14 стих, 15 стих, 16. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противиться, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Печальная история, на самом деле. Став христианами, фессалоникийцы стали мишенью для гонений, и Павел пришел, огреб от этих товарищей и ушел, но фессалоникийцы остались. И понятное дело, что следующими стали они. Вот. Но интересно, что они, во-первых, претерпевали это дело, то есть они стойко гонений эти претерпевали. И важно понимать еще вот какой момент, что... Почему они это делали? На самом деле это является также следствием того, о чем мы говорили выше, что они приняли слово, которое вышло от Павла, не как человеческое, но как Божье. И когда твои намерения серьезны, это выражается во многих вещах. Первое. Ну вот до этого мы говорили об изменениях, которые были у фессалоникийцев, но сейчас мы с вами заговорили о стойкости в гонениях. Мы не знаем, какого рода гонения были там. То есть могли ли вот эти вот иудеи, как здесь написано, или иноплеменники, от кого они претерпели, вы претерпели от своих изноплеменников. То есть насколько могли они агрессивно и насколько сильно они могли обрушиться на своих изноплеменников, мы не знаем. Мы понимаем, что Павлу досталось серьезно. Так что он вынужден был даже уйти из города. Но вряд ли они с той же силой обрушились на своих же, потому что все-таки вот эти вот личные связи на Востоке и в то время сильны. Были сильны, сейчас сильны, в общем всегда сильны. Но тем не менее, когда речь идет о христианстве, видимо даже личные связи не помогают. Бывает. И мы видим, что они претерпели все-таки от своих же. Но тем не менее, тем самым фессалоникийцы доказали, что у них намерения самые серьезные, что они не хотят отступать от Божьего слова, потому что это именно Божье слово, а не какие-то там сказки, россказни и так далее. Поэтому, на самом деле, Иисус об этом предупреждал. Помните, когда Он говорил притчу о Сеятеле? Он там давал пример, говорил об одном виде почвы. Почва такая каменистая. То есть, когда люди, например, принимают слово, оно быстро прорастает, но корня нет, и когда наступает гонение или какая-нибудь там проблема, проблемы какие-нибудь, то они быстро отказываются, быстро уходят в сторону. И здесь, конечно же, нужно с мудростью подходить к этому моменту. Не нужно лезть на рожон, понятное дело, и так далее. Но, тем не менее, у кого-то может настать такой момент, когда на самом деле нужно будет встать в полный рост и сказать, да, я верующий, да, я следую за Христом, да, я иду за Ним, и так далее. Вот у фессалоникийцев такой момент настал. И здесь уже не может быть всяких отходных путей, оправданий. Иногда это случается прямо вот как есть, в лоб. Вот, почему эти люди вдруг обрушиваются? Почему вдруг верующий становится мишенью, становится как бельмо на глазу для других? Ну, как здесь написано, что... А, не здесь, вернее. Есть подобное место. Это Филиппийцын, 1 глава, 26 стих. Здесь написаны такие стихи. Павел говорит о той же самой теме уже филиппийцам. Он говорит, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сия от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и слышите во мне. То есть, вот, говорит об этом Павел. Иисус говорил, что да, такое может быть, такое будет. Меня гнали и вас будут гнать. Ну, понятное дело, у кого-то это выражается в легкой форме. Ну, просто какое-то утверждение. А, ты там, чудик, ходи в свою сектор. У кого-то, как вот в случае с филиппийцами и у Павла, это выразилось, выделилось в более такие серьезные вещи. Вот. И мы не знаем, что Бог приготовил для каждого из нас, но вопрос в том, что нам нужно быть готовыми. Вот. И здесь написано, что Павел говорит, что это для них предзнаменование погибели. То есть, на самом деле, почему верующие вызывают раздражение и некие вот желания погонять, желания отвергнуть их у других людей? Потому что именно это вызывает обличение для этого мира. не обличает никого, если там ты будешь верить в Зевса или будешь веганом и йогом и буддистом. Это не будет вызывать никакого отторжения. Наоборот, люди, некоторые будут говорить, ну, да, да. Понятно все. Вот. Некоторые будут говорить даже с уважением. Да, 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 он там верит или там нашел свое убеждение, молодец. Вот. Это все не будет вызывать отторжение, потому что это от мира. Потому что мир любит свое и не будет против него драться. Но, когда речь идет о Христе, Иисус говорил, я не от мира всего. Вот это вот по-настоящему относится только к Нему в этом мире. Потому что, на самом деле, вот все, то, что я перечислил, и более того, это все человеческое, это человеческие придумки, так или иначе. Но то, что от Господа, Евангелие, Весть о спасении, это Божье. И это вызывает отторжение, потому что это обличает этих людей. Потому что они уже начинают понимать, что к ним обращается Бог. Ну, может быть, неосознанно. И, образно говоря, демоны начинают шевелиться в их душе. Начинают чувствовать себя неспокойно. Я сейчас не о выдержимости говорю, а это как образ. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем удивляться, что такое происходит, и такое может происходить. И это может обостряться в конце времен. Вот сейчас мы живем в последнее время, и вот эти вот процессы сейчас могут обостряться. Ну, потому что, как дьявол писал, как писание говорит, дьявол понимает, что недолго ему осталось. Особенно это будет видно, когда... Это написано, конечно же, о времени скорби. Там написано, что дьявол сошел в сильной ярости своей, зная, что недолго ему осталось. Немного ему осталось. Но я думаю, что... Ну, это очень ярко будет выражено. Ярко будет видно во времени скорби. Но даже до этого момента вот эти процессы будут усугубляться. И просто не нужно будет удивляться, как Петр писал. Не удивляйтесь. Вот не... Как он там написал? Не дичитесь. Не думайте, что это приключение для вас странное. Сейчас. Дорогой наш Петр писал... Это 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если зло славят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теме он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, прославляя Бога за такую участь. Ну и так далее, и так далее. Вот все вот эти места описания, я надеюсь, убеждают нас в двух вещах. Первое, что это может быть, что это вполне себе вероятный сценарий. А второе, что нам не нужно этого бояться на самом деле. Потому что это означает, что мы на правильном пути. Что на самом деле дух Божий, как здесь написано, почивает на вас. Если мы не стыдимся Христа в своей жизни. Если мы не стыдимся того, кто умер за нас. Того, кто пожертвовал ради нас всем своей жизнью. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, это на самом деле трудный момент. Если о нем говорить, пытаться представить его в своей жизни. Это на самом деле не очень приятно. Вот, ну, многие люди как-то так с содроганием думают об этом. Ну, особенно, когда ты сидишь в теплой квартире, да. Ты, например, на столе завтрак. Каждый день появляется и прочее, прочее, прочее. Вот, в таких условиях, ну, когда у тебя работа есть, там, семья, мир, покой. А в таких условиях не очень-то хочется думать о каких-то там неприятностях, связанных с верой. Но, с другой стороны, вот этот вот так называемый, как она, ну, этот комфорт, ну, слава богу, что он есть на какое-то время. Но это тоже такая, знаете, видимость, что ли. То есть, все может измениться в любой момент. И не по нашей вине. Не потому, что мы там специально что-то сделаем. Как написано, что есть, ну, не должны мы пострадать, как воры-убийцы. А если как христианин, то, ну, просто, значит, такова она с волей Божьей. Вот, не хочу пугать, не хочу эту тему долго вести. Просто Писание говорит еще и об этом. И нам важно понимать еще и эту сторону христианства. Христианство – это не только благословение. Ну, вернее, это всегда благословение, в том числе и гонение. Я имею в виду, что это не всегда благословение, которое выражается в исцелении или в том, что Бог отвечает на молитвы о нуждах и так далее, и так далее. То есть, не всегда в этом. Но еще есть и вот эта сторона, и нам важно о ней помнить, важно понимать. Это и важно быть готовыми к этому. Лучше быть готовыми, чем не готовыми, как вы сами понимаете. Чем убаюкивать себя какими-то словами, что это со мной не произойдет. Или если произойдет, я сразу в кусты. Ну вот, лучше, наоборот, проговорить для себя правильное. Ну, как быть готовыми. Лучше понимать, как мы должны вести себя в этой ситуации. Хотя, конечно, к таким вещам подготовиться нельзя. Ну, ладно. Да благословит нас Господь миром, покоем, радостью, но в то же время верностью. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, научи нас, Господь, правильно относиться к вещам и видеть в Твоем Слове полную картину отношений, быть готовыми к разным сюрпризам этого мира. Дай нам, Господь. Если придется, Господь, дай нам быть верными тебе, к чему бы это ни выражалось, Господь. И дай нам сил, все преодолевшее устоять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.